здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте уважаемые радиослушатели а также те из вас кто смотрит это на youtube и на интернет веб-сайтах с вами радиостанция sun gates и наш замечательный гость который сегодня открывает цикл новый цикл программ на радио живопись и поэзия и так человек очень скажем непростой судьбы валерий коган доктор наук писатель поэт и публицист член международной ассоциации литераторов и журналистов и пи-ай-эй лондон первая передача этого цикла выходит в прямую трансляции прямо сейчас итак здравствуйте валерий добрый день я готов к общению готов наверное ответить на ваши вопросы которые может быть у вас созрели может быть вы немножко узнали обо мне из моих публикаций на фейсбуке ну может быть и почитали какие-то из моих стиху которые тоже размещались на радио публиковали сейчас в газете валерий вы человек очень интересный вы столько всего успели вы и поэт вы и скульптор вы и изобретатель то есть проще сказать кем вы не являетесь чем кем вы являетесь у меня я когда изучал вашу жизненную биографию да у меня сложилось такое впечатление что вы человек который может все абсолютно вот и получив доктора наук еще инженерно-строительной части правильно если я не ошибаюсь то есть это делает вас еще таким хорошем смысле слова масоном строителем таким настоящим правильным у меня к вам есть ряд вопросов если вы позвольте я начну где прошло детство и наиболее яркие воспоминания из этого детства я думаю что этот вопрос будет интересен всем нашим радиослушателям поскольку всем интересно как же растут такие гении ну это вы конечно преувеличиваете родился я в Харькове назвали меня мама назвала в честь Валерия Чкалова который прославился к этому времени в отличие от принятого обыча называть в честь отцов матерей или отцов своих и поэтому значит с этим именем я вошел в 1934 году в эту жизнь что наиболее ярко запомнилось мне из тех предвоенных лет это наверное ёлка которую возводил каждый год отец эта ёлка была под потолок она вращалась лампочки включались выключались далее рядом со мной стоял дед мороз величиною полтора-два метра наверно высотой это было запомнившимся дальше был парк отдыха имени горького в котором мне почему-то запечатлелось озерца плавающими лебедями и культурой различных животных по дорожкам этого театра а дальше было страшное такое воспоминание которое до сих пор приходит иногда во сне это эвакуация мы уезжали одни из последних поездов которые когда немцы уже были на окраине харькова на холодной горе это был санитарный поезд которому были прицеплены две типушки в которой была вся наша семья бабушка тети мои мама я отец уже был призван в армию и наш путь лежал в среднюю азию мы где-то двигались около месяца в этом направлении нас даже бомбили пару раз но слава богу пронесло далее дедушка заболел воспалением легких и когда мы подъезжали к алмате он умер нас высадили из поезда всю нашу семью взрослые занялись похоронами дедушки а меня высадили в приводальном сквере на все наши вещи эти клунки эти котонки эти какие-то мешки я сидел на этой горке один а все ушли на похороны и вдруг нежданно появилась шеренга военных которые проходили мимо и в середине этой шеренги был мой отец он возвращался из госпиталя в часть это было фантастическое конечно явление он увидел меня задержался буквально на несколько минут снял меня обнял спросил где все я сказал что умер дедушка и он ушел родители мама и все родственники появились значит на позже не поверили даже мне в то что случилось вот такое было наверное самое яркое воспоминание но это просто такой случай вообще посреди войны вот так встретиться да вот это наиболее ярко но вообще скажите пожалуйста вот детство в советском союзе вообще как оно интересно было детство детство в советском союзе когда мне было 7 лет мне запомнилось как детский сад а еще значит началась война я в это время был в юфатории детский сад в котором я был значит выезжал в юфаторию и нас привезли на следующий день 22 июня началась война 23-го нас привезли в Харьков и в этот же день я еще запомнил рядом было кладбище и там была вместо церкви там был склад боеприпасов какой-то немцы бомбили они очевидно это знали бомбили это кладбище и разрывы и вспышки доносились даже до нас и в окно были видны за его это уже вспоминание детства понятно а у меня есть к вам еще один вопрос скажите пожалуйста Валерий а вот выбор специальности и ваше увлечение как они скажем сформировали вас и как это вообще все происходило расскажите мне пожалуйста ну наверное здесь не последнее слово рассказала наследственность мой отец был строителем начинал он с подсобного рабочего носил кирпичи на таком заплечном деревянном рамке как он назывался потом постепенно стал мастером настройки и поступил в институт строительный вот так что наверное это наследственно и собственно первый мой опыт строителя когда отец после возраста в 1944 году в оказывал в Сан-Харькове нам выделили квартиру в доме который был построен накануне войны представлял собой кирпичную коробку правда с окнами но вместо это перекрытия были деревянные балки и ту квартиру которую нам дали мы входили в эту квартиру по доске которая лежала по этим балкам шахта внизу где ванная шахта внизу где кухня шахта внизу где туалет и балки оставались а по одной доске мы проходили в заднюю комнату это была спальня где мы с отцом вместе наслали деревянный пол из досок и где собственно была буржулька выведена в окно и вот так мы начинали наши жизни а дальше поскольку отец был мастером на все руки он научил меня он сделал грибалты и с паркетом я научился гладить паркет мы выложили из лифки гриблазской туалет пол на балконе вот это я помню свой первый опыт строителя а далее запомнилась школа с удивительным учителем царских времен он был офицером царской гвардии болтановский такой Александр и человек который очень много знал и привел вкус к математике и дал такую хорошую основу для дальнейшего моего обучения значит что касается увлечений то первыми увлечениями были шахматы мы проводили в доме турниры я получил четвертую категорию и на ней я остановился потому что в этот время ввелся астрономия велосипедом который был один на весь доме мы получили где на нем катались а потом моего товарища пошли в последующем появился большой взрослый велосипед я до сих пор удивляюсь как мы ездили по улице на этом велосипеде и просовывали ногу под раму то есть наклонившись в следующую сторону я узнал что эта технология освоена не только мной дальше уже в последующем были другие увлечения я узнал деревянной скульптурой я покажу несколько образцов это йог который я нашел в лесу и заделал ножом это например надо было увидеть олененка вот такая вот после этого было увлечение но это уже последующим керамикой где мне удалось это создать несколько для шедевров в виде вот такой вазы для цветов в виде такой это была технологическая новинка я сделал вот такую вазочку в которой есть кольца вот была технология сложная как эти кольца сделать прощающими и наконец венцом этого была церковь плача которую мне удалось построить ну вот это часть моих увлечений ну наверное а ну были еще такие увлечения как значки живописи рисования коллекции я это значили значили всех стран значили всех стран которые я посетил и городов которые интересно дальше были это уже последующим коллекция лягушек из разных материалов и они есть у вас сейчас да есть они есть ну и наконец книги я любил читать и многие тех времен это практически отсутствует читал начальник накрылся одеялом ну какая история из ну у нас еще на эту рубрику отведено время поэтому наверное что то еще расскажите про ваше замечательное советское детство а также про выбор вашей специальности потому как один из одна из частей этого вопроса это выбор специальности то есть все протекали на экзамен по математике поскольку меня как я уже сказал удивительный учитель Замоновский то я был подготовлен и меня страшно удивило что когда все заходили на этот экзамен и выходили с двойными и пошел я я ответил на первые три вопроса он на меня посмотрел такой Юрий Николаевич Евгений он был кандидат давно в дальнейшем я читал этот программат и детальный машин вот и когда я ответил ему на три вопроса он суевел мне вторую карту я на него удивительно посмотрел давайте я ответил на вторую карту и после этого он мне суевел третью карту очевидно по какой этой инерции я даже не испугался или на вторую карту он расписывал на третью карту после этого он сунула в мою эту мишину и когда я вышел открыл его там был опять И все раз ахнули, хотя не говорили, все студенты, и этот человек запомнил меня, и я его на всю жизнь, и он меня, и когда через 40 лет я случайно оказался на клавиши, где была похоронена бабушка, и мы громко разговаривали с сестрой, она там убирала, где сонники выпала, а я стоял рядом. И я услышал, что человека какой-то с одной мужей сзади возился на ноги, очевидно, своими родственниками и жены, я увидел седого маленького соберного человечка, который повернулся и спросил, вы кого там? Это было через 40 лет после моего поступления в Ленинграде. Валерий, у нас появился еще один собеседник, это... Ну, он еще пока не появился, но он появится. Итак, я хотел бы... Я бы хотел еще раз, Валерий, сказать, что вы являетесь доктором инженерных наук, автором пакета патентов и изобретений, создатель новой оригинальной технологии малоэтажного домостроения. Скажите, пожалуйста, это немножко не по порядку, но вы все-таки внедрили вот эту технологию, то есть как-то вы смогли это осуществить? Я считаю себя счастливым человеком в плане моей научной инженерной деятельности, потому что я, наверное, один из всех немногих в том мустроеведческое время удалось реализовать свои задумки, свои идеи, свои патенты. Из моих патентов, из моих авторских введений, из моих технологий 2004 были реализованы в реальной жизни в виде зданий, технологий, конструкций отдельных. Поэтому, значит, я об этом, может быть, рассказал более детально, но я считаю, что это предмет особого разговора о моей инженерной и научной деятельности. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Валерий, спорт и его место в вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, о том месте, которое занимал спорт в вашей судьбе. Он занял достаточно высокое место в моей жизни, потому что первое, значит, мое знакомство со спортом было, я мечтал о большом теннисе, естественно, это была проблема в послевоенном Харькове, хотя там несколько портов к этому времени были восстановлены. Где-то, когда мне, наверное, этот 46-й год был, отец где-то на барахолке нашел настоящую деревянную ракетку немецкого производства. Я помню, там еще была металличская крестовина, которая фиксировала ракетку от изгибов, от деформации. Вот эта ракетка послужила тому, что я попробовал заняться большим теннисом, однако у меня не сразу это получилось, я это занятие отставил, а занялся волейболом. И поскольку встал в Горано, в Харьковском Горано, школа была волейбола, которую руководили маститы, мастера тенниса, вот был такой Владимир Пономарел, я там осваивал азы тенниса, азы волейбола, играл вместе с прославившийся затем Геннадием Прониным, который играл в таких солидных командах. Сам я после этого ушел в команду «Строитель», уже имея какие-то навыки, где играл совместно с Вадимом Лисянским, который стал потом вторым тренером сборной СССР по волейболу, когда она стала чемпионом мира. Потом ушел в команду «Динамо», где играл вместе с начинающим Юрием Бенгеровским, будущим чемпионом мира. В дальнейшем вернулся к большому теннису уже более поздние годы, где дошел до второго разряда. И таким образом влюбился в этот вид спорта и продолжал им заниматься даже здесь, в Америке, до 2001-2002 года. На кортах их, слава богу, здесь достаточно, имея несколько старин спортсменов. Я понял, Валерий. А скажите, пожалуйста, вот ваша первая публикация, когда это произошло? Это, конечно, выглядит смешно, но моя первая публикация, поскольку отец мой был детским поэтом, наверное, опять же, так сказать, какие-то гены во мне данили свое место. Моя первая публикация была в 12 лет, в 1946 году, был впервые опубликован в газете «Юный Ленин» мой рассказ, а в дальнейшем, позднее, были опубликованы несколько стихотворений в юности, в журнале «Юность». Потом я настолько этим облегся, и, в принципе, мой интерес был обращен к техническим публикациям. Я опубликовал много статей в различных журналах строительного профиля, был внештатным корреспондентом АПН, вел рубрику «Наука и техника» в таком журнале, если кто помнит, был журнал «Еженедельник», он назывался «Неделя». А в дальнейшем, и живя на Украине, и в последующем в Латвии, я был нештатным корреспондентом строя «Дата» по Харьковской области, а в дальнейшем по Латвийской республике. И активно участвовал в различных, ну, будем говорить, публикациях, посвященных интересным конструктивным решениям, новым зданиям, новым технологиям. Понятно. В это время удалось написать достаточно много книг, а в принципе я издал четырехтомник, который назывался «Вот он, этот четырехтомник». Его переплели в кожу мои сотрудники, когда было мое 50-летие. И на основе вот этого собрания моих трудов, которые были, как бы, собраны под общим названием «Конструкции зданий и сооружений пониженной массой материала емкости». Я защищал докторскую диссертацию в Европейском Совете, поскольку это был 92-й год, в Латвии в это время приобрела независимость, и в Европейском политехническом институте начал действовать ученый совет, в который вошли доктора из других прибалтийских республик, из Дании, Германии и, по-моему, Финляндии. Вот на этом ставите я защищал свою диссертацию, получив звание доктора инженерных масок. То есть вы что-то там конкретное придумали, как я понимаю? Да, нет, но это был комплекс разработок, посвященных конструкциям и технологиям разного назначения, результатом которых была группа конструкции пониженной массы и материала емкости. А вы в Америке пробовали это как-то реализовать? Я же вам сказал, что 24 моих изобретения реализованы. Например, технология коттеджного строительства освоена в четырех странах. Под Москвой, в Балашихе, там есть поселок, такой бывший поселок КГБ, половина этого поселка застроена домами с использованием модульных элементов, являющихся объектом моего патента. Ясно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Валерий, история создания сериала. Давайте вот к этому моменту подойдем. Но сериал, это, конечно, тоже курьезная история. Один из моих товарищей по харьков, кстати, знаменитый такой трубач Рафаэл Кирокусевич, он сейчас живет в Майами. Мы с ним как-то созвонились, долго не виделись, созвонились. Он говорит, слушай, Валерий, а ты не хочешь заняться и подключиться ко мне? Я тут взял на себя неблагородную миссию заняться художественным ликбедом. Какая-то масса людей, живущих с ним рядом, я имею в виду русскоязычную общину, были очень далеки от живописи. Вот не знали многие художников, даже великих русских художников, практически имели очень жалкий багаж по истории живописи русской и тем более живописи иностранных художников. И он решил просветительский, так сказать, готовить лекции, рассказывая, начал он с Айвазовского, потом готовился к Левитану. Я говорю, ну а что ты им показываешь? Он говорит, я показываю картинки и зачитываю биографии этих художников. Я говорю, ну и что? А где твое отношение к этому? Он-то какое отношение? Я говорю, ну твоя трактовка картины. В виде, что изображено на картине, это еще не сразу можно понять, тем более у отдельных художников. Надо как-то раскрыть, чтобы у людей запомнилось. Он говорит, как это сделать? Я говорю, например, в стихах. Она меня посмотрела, торопила, мы общались по скайпу, говорит, ну давай попробуем. И вот таким образом мы выпустили первый альбом, который назывался «Живопись Ивана Айвазовского». «Новый взгляд» в резюме в стихах. После этого появились остальные альбомы. Я их вам сейчас покажу. Это вот этот сериал. Он выглядит вот таким вот образом. Это 13 альбомов. Причем эти альбомы, учитывая, что для меня было очень дорого их издать, спонсоров у меня никакого не было, я придумал версию, когда я делал их в большей формате, как бы по стандартной странице, перегнутой пополам. Таким образом расширился круг патриотальных читателей. По состоянию на сегодняшний день реализовано, издано. И реализовано более 1900 экземпляров этих 13 томов. Они разошлись по многим странам. Украина, Россия, Белоруссия, Германия, Америка, Израиль. Вот один экземпляр я отправил даже нашему русскоязычному товарищу в Бразилию. Ну, в общем, достаточно плотно разошлись, хотя все это довольно дорого для меня, поскольку издание, или вернее печать каждого такого альбома, это индивидуальный заказ, и за него, соответственно, кипографии берут, как за впервые печатающиеся образецы. Поэтому, значит, вот эти альбомы вот так. В таком виде сегодня я собираюсь при встрече с читателями предложить им на презентации отдельные экземпляры таких альбомов. Следующий вопрос. Валерий, расскажите, пожалуйста, например, и покажите, что такое «Новый взгляд» и планы по продолжению сериала, если таковые имеются. Планы, конечно, имеются. Значит, я хотел бы, что я не буду, скажем, трансполяцией занимать много вашего времени, я покажу три альбома «Новый взгляд» и «Новый взгляд» имеется в виду, что, рассматривая ту или иную картину, мы видим не отдельные детали того объекта, который изображен на этой картине, а мы проникаемся в суть этого сюжета, пытаясь его прочувствовать, показать наши ощущения, наше понимание, внутренний смысл как бы этой картине. Вот, например, мы начнем с «Левитана». Вот эта картина. Значит, называется она, она меня как-то особо затронула, «Весна, большая вода». Это картина 1897 года. Значит, я зачитаю «Новый взгляд» или как бы резюме в стихах. «Прекрасен вид, природа так искусна, что сотворила удивительное действие. Березки над водой, весенние грустные, являют опу пострадавшее семейство. Унылая, без весел лодка, молящая заняться ею, чинеющее мартерское небо и веселящий воздух, звучит в гриле». Вот это и есть новый взгляд на эту картину, передающий как бы ощущения автора. Далее я хотел бы показать один пример из альбома «Шагала». Вот из этого альбома. Вот эта картина. Она удивительно по себе называется «Она пьющий солдат». Так. Вот эта картина. И я зачитаю свой комментарий к ней. «Шинок уютный, он как дом родной, мечты о доме, словно ранец за спиной, служилого. А сколько прослужил, не счесть всех лет, терпел и иногда лишь пил. А здесь расслабился мгновение, ужасное сегодня настроение. Чуть подрастаю в сердце лед. Шинкаль знакомый, вдох дает». Замечательно. Ну и наконец завершение такого короткого показа. Альбом «Шагала» дали известного всему миру своей необычностью изображений, своими фантазиями, своим особым подходом к объекту. Значит, вот эта картина. И называется она «Плоть на камнях». «Плоть на камнях». Вот так я оценил это изображение. «Плоть на камнях». В земле не чунды, а разные забавы. Мы видели огромные каменья, изведнутые из ее глубин. Наверное, верящие в Бога правы. Он всемогущий, он властелин. И то, что видим, пояснять не надо. Свои творения уложил людей рядом. Замечательные стихи. Насложены достаточно картину. Такие, скажем, неординарные, необычные стихи. Спасибо вам, Валерия, огромное за то, что вы сегодня с нами. И рассказываете нам такие интересные вещи, показываете вот эти все картины, книжки. Потому что действительно это редкость, когда человек настолько неординарен, и когда его тянет в разные стороны и успешно. У меня есть к вам еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, о членстве. Вы же член Союза писателей Англии, как я понимаю. Правильно я понял? Нет, это значит ассоциация в Лондоне, которая создали русскоязычные иммигранты, и которые имеют в составе своих членов как бы экспертный совет или правление этой ассоциации, куда входят Евгений Курченко и многие знаменитые Ерофеев, по-моему, Викторе Ерофеев, многие известные люди. Условия членства в этом союзе это рекомендации членов, уже действительных членов этой ассоциации или союза, которые дают рекомендации поступающему человеку, изучив его творчество, отметив неординарность, отметил определенное количество публикаций и, как минимум, десятилетнюю деятельность на этом поприще, включая советские периоды деятельности. Поэтому я поступил туда как бы по рекомендации своего друга, выдающегося дерзкого поэта Владимира Кокритунского, который сейчас проживает в Детройке, который издал 13 стихотворных сборников, лирических стихотворений, дерзких стихотворений, дерзких книг, много песен, в сотрудничестве с своего другом-композитором, проживавшим там же, который, к сожалению, умер сейчас. Вот, значит, вот такая история поступления моего опера. Значит, ну, что можно сказать, членство там каждые два года надо подтверждать, присылая вправу отчет о новых произведениях, новых произведениях, которые поэт и предпринимателем имеют на этом будущем. ясно. Понятно. Ну что ж, Валерий, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были у нас на эфире. Наши уважаемые радиослушатели могут как сказать по-русски позвонить по телефону 847-226-9956 и задать вам вопросы. Они могут прислать смс, а мы в следующей передаче с удовольствием вам их зададим, если вы не против. Спасибо вам за внимание, извините какие-то коррекции, которые могли быть на эфире. Но вы просто были великолепны, и наши уважаемые радиослушатели не дадут мне соврать. Спасибо вам огромное, такой разносторонний человек, вы все успели, везде и стихи написали, видите, и конструкции ваши строятся. То есть жизнь прожита не зря, и я знаю, что вы до сих пор еще посещаете спортзал, то есть вы не сдаетесь, работаете, и я надеюсь, вы очень скоро продлите свое членство новыми произведениями, правильно, которые наверняка есть. Может быть, что-то из нового почитаете, вот одно какое-нибудь, из последних. Из последних. Не готовы, я, к сожалению, свои стихи имени не помню, я, есть одно удивительное стихотворение, которое я скрипал у людей великано, это удивительное, я даже покажу картину, ее вряд ли наверное видна она будет, но это удивительное стихотворение, это мало кто-то картину знает, это букет ваза на столе, а у них собран букет отдуванчика на разной стадии созревания, начиная от зеленого цветка желтым цветочком, кончая, так же сказать, самим обдуванчиком, уже этим пушистым, и у меня напросилось вот такое стихотворение, букет так прост, но впечатляет, лишь тот, кто слеп цены ему не знает, он необычен тем, что просто собран и ветром по дороге не обогран, он иллюзорен, как несчастье человече, а нам живет лишь сервера нашим вечерам. замечательные стихи, Валерий, огромное спасибо, видите, я у вас выпросил еще стишок на дорожку, как говорится, большое вам спасибо, будем потихонечку заканчивать наш эфир, и несомненно, мы вернемся к нашим передачам с вами, с вашим участием, если на то будет ваше желание, ну а нашим уважаемым радиослушателям я еще раз хочу напомнить, что у нас был Валерий Коган, изобретатель, поэт, и просто очень интересный человек, еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира 847-226-9956, 847-226-9956, наши уважаемые радиослушатели могут позвонить нам и задать любые вопросы, либо же прислать смс, и мы обязательно эти вопросы передадим Валерию, и в следующей передаче Валерий, думаю, ответит на все эти вопросы. С вами была радиослушателям. Всем удачи, Валерия. Спасибо огромное, с вами была радиостанция Сан-Гейтс. Итак, в следующий раз, в следующей программе у нас будет опять же Валерий Коган, это будет во вторник в следующий, мы к этому вернемся. Спасибо, Валерия, огромное, до свидания, до новых встреч. Спасибо, до новых встреч. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин